Музыка Очень часто мне задают вопрос, как вы делаете волнистый кудрявый край? Делать его совершенно не сложно, зная основные принципы его изготовления. Один из принципов касается толщины раскатываемого полотна. Чем толще полотно, тем кудрявее край можно сделать. Второй принцип заключается в размере шарика стека-гантельки. Начну я с самого большого шарика и сразу оговорюсь о положении любого шарика на полотне. Он должен находиться на полотне вот таким образом. На полотне находится только половина шарика. Если весь шарик будет располагаться на краешке, то он этот краешек будет просто загибать внутрь. А на практическом примере вы видите, что самый большой шарик не дает волнистости. Он только утончает край. Теперь я проведу эксперимент с шариком поменьше. Как видите, этот шарик делает более волнистый край. Причем он делает волны только на расстоянии своего нахождения на полотне. И, наконец, маленькие шарики делают более отчетливую кудрявость по краю. Кроме того, при проведении шарика по полотну не нажимайте на него сильно. Иначе, как вы видите, можно повредить полотно. И вот такой кудрявый край делает маленький шарик. Поэтому размер шариков имеет значение. Также кудрявость краю придают соломинки или шпажки. Я предпочитаю это делать шпажкой. Она более твердая, крепкая, чем соломинка. И перед тем, как делать оборку, следует задать положение шпажки. Шпажка не должна лежать на полотне. Иначе при работе она сделает вот такие деформации. Она должна располагаться относительно полотна, как минимум на 45 градусов. И вот такими вот вращающими движениями мы раскатываем край полотна. Край становится тоньше, а соответственно он увеличивается по длине по отношению к остальному полотну. И соответственно кудрявость возрастает. Чем толще полотно и чем сильнее вы будете раскатывать край, тем более кудрявым будет этот край. Перед укладыванием полотна на палец, палец лучше припудрить кукурузным крахмалом. А также следует хорошо припудрить сам фрагмент, чтобы во время работы палец и фрагмент не слепались. Также шпажкой можно задавать размер оборки. Как видите в данном случае я на большее расстояние задействовала шпажку. А соответственно оборка не только увеличилась в размере, но и стала более выраженной. И наконец бывают случаи, когда край должен быть ну совсем кудрявый. Для этого можно сделать вот такие вот надсечки. Кстати говоря, кудрявость получается лучше на волнистом крае. Ну и этот волнистый край можно дополнительно вот так вот сделать надсечками. И при помощи шпажки каждую надсечку утончить. И вот таким вот макаром мы получаем особенно кудрявую и пушистую оборку. Это будет актуально в некоторых сортах орхидеи, а также в каких-нибудь элементах мастичной одежды. Если это лепесток, делаем углубление в центре. Если это какой-то другой элемент, можно задать текстуру лепестку. Для этого вайнер надо располагать следующим образом. Укладываем фрагмент на вайнер, чтобы сама волнистая оборка была свободным краем. И уже можно задавать этому фрагменту любую текстуру. Вот таким вот образом. Как видите, делать волнистые и кудрявые края совсем не сложно. Достаточно знать основополагающие принципы, а также иметь в наличии необходимые инструменты. Будь то шарики-гантельки или обычная шпажка. Самый главный принцип – это утончение края полотна, который при увеличении своего размера делает необходимую нам волну. Если вам понравилось мое видео и оказалось для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на ютубе, а также в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. А сегодня на этом все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok